Величайшие герои и легенды Библии И Гимель его верный верблюд Войдите вместе с ними в древний мир, где необычайные деяния простых людей навсегда изменят ход истории Встаньте свидетелями незабываемых приключений царей и пастухов, воинов и пророков Величайшие герои и легенды Библии вместе с нами ЭДЕМСКИЙ САД Привет! Привет! Знаешь, где мы? Мы в самом начале времен Тогда Господь создал Вселенную и все в ней Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста И сказал Бог Да будет свет И стал свет И увидел Бог свет, что он хорош И назвал Бог свет днем, а тьму ночью И был день первый Земля была пуста, и тьма была над бездной И Дух Божий носился над водою Да Да будет твердь, и да, отделяет она воду от воды Так на второй день Бог создал небо Конечно, нам нужна суша И назовем сушу землею И сотворил Бог землю в третий день И было это хорошо Идем в тьму ночью Красивое создание. И создал Бог Солнце и Луну в четвертый день. А пятый день сказал, «Да произведет вода душу живую». КОНЕЦ И увидел Бог, что это хорошо. КОНЕЦ И в твой день Бог придумал еще кое-что. Ничего здесь нет. Совершенно ничего. Говорю тебе, это пустыня. Господа, пожалуйста, отойдите на несколько шагов. Да, эта глина отлично подойдет. КОНЕЦ Что это? Ну, это же... Это... Я не знаю. Все отойдите. Золотое племя жизни повелеваюсь не зайти на эту сухую пустыню и согреть спящего человека, что покоится как владенец в этом облаке пыли. Золотое племя жизни не забудет. Отлично. КОНЕЦ ВОСТОРЖЕННЫЕ ВДАТЕЛЯ СИГНАЛИЗ Адам. Меня так зовут? Да, ты человек. Что такое человек? Человек создан по образу и подобию моему. Но я не похож на тебя. Поверь мне, внешность обманчива. А кто ты такой? Я Бог, Создатель. Я создал Землю и всю Вселенную, Солнцу, Луну и звезды. Ух ты! Постой, Бог! Куда ты ушел? Оглянись. Я повсюду. И в седьмой день Бог отдыхал, поскольку совершил все дела свои. Ты не ушибся, малыш? Кажется, тебе нужно подучиться летать. А вы все откуда взялись? Мы тоже здесь живем. Как у тебя так вышло? Может, если тряхнуть головой? Я здесь, попробуй вот так. Постой. Может... Может... Мы все разные создания Аддан. Я не могу летать при всём желании. А я не могу висеть на хвосте, как он. У меня даже нет хвоста. Да, мы разные. Адам, ты должен заботиться о саде и всех обитателях его. Хорошо. Привет. Вы со мной поиграете? С удовольствием. Нам и просто отражение. Мы быстротечны. А как вас зовут? Адам. Ну, это моё имя. А мы твои отражения. Одному скучно. И о саде заботиться неинтересно. Здесь нечего делать. Всё совершенно. Ну, так поговори с Богом на эту тему. Так я и сделаю. Боже, а почему я один такой? Ты недоволен? Доволен. Но я одинок. Ложись спать, Адам. Меня зовут Ева. А я Адам. Здесь удивительно. Тут столько всего можно сделать. Подожди, завтра я тебе всё покажу. Тебе понравится. Это совершенное место. Погляди на звёзды. А откуда ты узнала, что это звёзды? Адам, ну я же не вчера родилась. Что это было? Мой живот. Я проголодался. И что можно поесть в Эдемском саду? Вот, например. Выглядит очень вкусно. Не достать. А может быть, попробовать... Вкусно. Превосходно. И увидел Бог, что это хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Ты не видишь ничего странного на моей коже? Ни дырочек, ни шрамов? Дырочек и шрамов? Видишь? Конечно, нет. Оказалось, так реально. Что? Мне приснилось, что Бог взял моё ребро. Вот так. И стал строгать. Вот так. И подул на него. И тогда появился туман. Я проснулся. И посреди тумана была самая красивая... Самая... Самая что? Ты. Я? Да, ты. Попробуй догони. Ты с ребром или без ребра? Догоню. Не догонишь. Бог осветил тебя и сказал, что мы с тобой плоть от плоти. Мы плоть от плоти. Ты и я. Мы часть друг друга. И мы всегда будем вместе. Всегда. Навсегда! 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 Здесь удивительно. Посмотри на тот остров с прекрасным деревом. А гляди, какие животные! Один из дверей сказал мне, что из этого озера текут четыре реки. Такой, с большими ушами. С такими ушами? Нет. Вот с такими. А он говорит, вот так? Нет. Он говорит, вот так. Покатать. Какая честь! Ева! Я чувствую себя очень неловко. Я не знаю ваших имен. Я Ева. А я Адам. А как вас зовут? Вас что, никак не зовут? Адам, Ева. Пришла пора вам назвать животных. Что нам? Их так много. Я хочу, чтобы вы назвали, чтобы вы чувствовали себя ближе к ним. Чтобы вы заботились и защищали их. Тогда нам пора за работу. Но это уйдет много времени. Гиппопотам. Вот как тебя будут звать. Гитта. Типа. Гиппо, отвези нас на берег. Внимание всем животным! Бог попросил дать вам всем имена. Постройтесь по парам, пожалуйста. Это займет много времени. Но когда мы будем знать их имена, мы будем уверены, что когда позовешь отцу, придет овца. А не лиса. И не обезьяна. Продолжение следует... They look so happy in this place So lucky to be living there A smile of joy spreads across her face He's always full of love and care We'll never leave this land of Eden Just keep it like it is Clean and pure And oh so bright and beautiful A place of perfect bliss All the beasts of land and sea All the beasts of land and sea Live with them in harmony And when you pass to you The stars above twinkle at night The stars above twinkle at night The stars above twinkle at night The sun and moon God's perfect light The stars above twinkle at night Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Адам, тебе с твоей новой подругой нравится в саду? Привет, Бог! Приветствую! Нравится? Слушай, Адам, я скажу это только один раз. Вы не должны есть плод с дерева познания добра и зла. Это запрещено. Если вы сделаете это, умрете. Боже, я никогда не буду есть от запретного древа, честно? Никогда. Адам, твое лицо! Что с ним? Оно синее. Неправда. Правда? Посмотри в отражение. Ух ты! Господин цивилиц. Щекотно. Я должен сказать тебе важную вещь. Бог дал нам правило. Какое? Ты помнишь дерево, которое стоит на острове в центре озера? Красивое, в золоте и серебре. Бог сказал, что это запретное дерево. И мы не должны есть от него. Почему? Если мы съедим его плод, мы умрем. Как это ужасно. Давай не будем есть от запретного древа. Никогда. Прекрасно. Смотри, они играют в лунбол. Все было прекрасно в саду Эдемском. Но не совсем. Что-то должно было произойти и навсегда изменить ход событий. Слишком плечатый. Слишком путанный. Слишком простой. Какой красивый дьявол. Ева. КОНЕЦ Адам, хочешь, пойдем искупаемся ночью? Как мило. КОНЕЦ Прекрасно. КОНЕЦ Прекрасно. Ева. Доброй ночи, красавица. Доброй ночи, змей. Знаешь, Ева, ты так очаровательна в лунном свете. Потанцуем. С удовольствием. Я победу. Ты следуй за мной. У тебя такой разноцветный хвост. Ничего себе. Как ты это сделал? Старый фокус. Ева. Видишь это дерево? Это запретное дерево. Ой, запретное дерево. Лопну за смеху. Это прекрасное дерево. Серебре и золоте. С такими вкусными плодами. Самыми сочными из всех. Запретное. С каких пор? Нет, правда. Бог сказал Адаму, чтобы мы не ели с этого дерева, несмотря ни на что. Это тебе Адам сказал? Ага. Ты в этом уверена? Да. Да. В самом деле, Адам сказал? А что именно он сказал? Он сказал, что мы умрем, если съедим этот плод. В самом деле, так прямо и сказал. Вот сказано, так сказано. А ему кто сказал? Бог? Это сказал Бог. Нет. А зачем Бог бы такое говорить, а? Может, Адам хочет все вкусные фрукты оставить себе? Ты так думаешь? Илла, ты так прекрасна. Тебе никто ничего не может запретить. Смотри. Правда? Неземной аромат. Это… Лучший фрукт в мире. Адам, проснись. Поспеши. Куда? Что? Озеро. Там Ева. Ева! Отойди от дерева! Ева! Не ешь этот плод! Ева! Не волнуйся, Адам. Отличный фрукт. Пожалуйста, Ева, слезай! Я думаю, ты неправильно понял Бога. Это самый вкусный плод в мире. Бог хочет, чтобы мы его съели. Ева, ты правда так думаешь? Ты не знаешь, что теряешь. Не понравится, выплюнешь. Адам. 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 Ты был неправ. Я тебе говорила. Посмотри на меня. Я здесь главный. Я такой же Бог, как и сам Бог. Я больше, чем Бог. И я тоже. О нет! Я голая! Что ты сразу не сказал? Да я, в общем, тоже голый. Это Бог! Прячемся! Адам, где ты? Адам! Где ты был? Прости. Я прятался, потому что голый. Ты ел плод с запретного дерева? Ева сказала, что можно. Не сваливай вину на нее. Ты сам не мог решить. Но это правда. Помолчи. Ева. Но меня обманул змей. Ты не могла устоять перед змеем. Я же говорил, это она. Тебя никто не заставлял. Помолчите. Нечего обвинять друг друга. Вы принадлежите друг другу. А где змей? Ну ладно, где тут главный? Где он прячется? Ну покажите. Змей, ты не должен был искушать их, ты знаешь это. Да ладно тебе. Ты же знал, что они съедят плод и все такое. Так что не вешайся на меня. Вы все ответите за ваши деяния. Но мне пора, ребятки. Увидимся весной! Не так быстро, змей. Будь проклят, змей. Будь проклят. О нет, Ева. Мы будем следующими. Мне так страшно. Не думайте, что вы легко отделаетесь. Я отомщу вам. Всем вам. Я отомщу вам! Прочь от меня, змей! Ева, поскольку ты ослушалась меня, узнаешь боль и страдания. Адам, ты будешь в поте лица своего возделывать сухую бесплодную землю, добывая пропитание. Боже, прости нас, пожалуйста. Вы не оставили мне выбора. Адам – мужчина. Ева – женщина. Вы должны уйти из Эдемского сада. Уйти из сада? Я раньше никогда не видела эти ворота. Господи, ну как же мы выживем без Тебя? Адам, я никогда не оставлю тебя и Еву. Но ты должен будешь работать намного упорнее, чтобы быть ближе ко мне. Какое странное дерево. Это еще одно дерево с запретным плодом. Это дерево вечной жизни. Если вы съедите от него, вы никогда не умрете. О нет! Только когда я скажу. А до тех пор херувимы с пламенным мечом будут охранять это дерево день и ночь. Не забывайте нас. До свидания. Бог будет с нами, и мы еще встретимся. Адам и Ева ушли и поселились в земле Ханаан. Обопрись на меня, Ева. Мы сможем пройти сквозь бурю. Я знаю, что сможем. Просто я устала. Будто мы шли годы. Сколько еще идти до места, где можно отдохнуть? Не улетай! Может, он тебя не слышал? Или не понял. Пойдем дальше. Ева, я вижу место, где мы можем отдохнуть. Адам, мы спасены. Да. Бог милостив. Здесь мы и построим дом. Адам и Ева построили дом в Ханаане. Жизнь в Ханаане была тяжелой, и они много раз оставались к вечеру голодными. Несколько раз их преследовали несчастье. Но они научились справляться с ними. И они учились подуться. Адам и Ева. Адам и Ева. Адам, его ответ на меня. Адам и Сантрелу. Я не мог ее убить. Что это? Не знаю, но не волнуйся, они не подойдут к огню. Здесь все так странно. Мне страшно. Я не могу уснуть. Ева, тебе нужно поспать, ведь у тебя будет ребенок. Адам, ты все еще веришь в Бога? Даже теперь, когда все так сложно? Да. А ты? Да. Ева, я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Вскоре Ева родила. Давай назовем его Каин. Каин. Слава Богу. А через два года родился еще один сын. Теперь у тебя будет братик Каин. Его зовут Авель. Адам, тебе придется работать еще усерднее, чтобы прокормить нас. Когда мальчики вырастут, они помогут с работой. Слышите, Каин и Авель? Растите большими и сильными. Привет, Ева. Покушать есть? Умираю с голоду. Держи. Так жарко. Нужно отдохнуть. И еще, я хочу, чтобы Каин порадовался в свой день рождения. Поверить не могу, что ему уже семь лет. Он такой высокий. А у Авеля такие большие ноги. Он тоже будет высоким. Хорошие мальчики. Правда, Адам? Да. Бог благословил нас. Ну ладно, Каин. Ты можешь и лучше. Я хочу пить. Снова? Ты же только что пил. Я принесу тебе воды из ручья, Каин. Нет, Авель. Ты и так всегда приносишь воду. Если Каин хочет, пусть сам сходит. Но мне не сложно. Кроме того, сегодня его день рождения. Ненавижу эту глупую игру. Когда мы с мамой были в Эдеме, мы видели, как фламинго играют в лунбол. Знаю, знаю. Ты постоянно это рассказываешь. И мораль. Если фламинго могут метнуть луну на небо из воды, значит и я смогу поймать камень. Когда-нибудь, Каин, я надеюсь, что буду гордиться тобой. Ты хотел бы, чтобы я был таким, как Авель. На, держи, Каин. Что с твоей рукой? Ничего. Просто царапина. Иди в дом, пусть мама посмотрит. Нет, бедненький. Сейчас мама поможет. Мама, смотри, я тоже ранен. У меня кровь из губы идет. Каин, разве ты не видишь, твой брат в самом деле ранен? Все в порядке, мама. Позабудьте о Каине. Кажется, ему действительно больно. Нет! Что случилось, Каин? Оставь меня. Не печалься в свой день рождения. Знаешь, я видел лягушек в ручье. Хочешь посмотреть? Ладно. Правда, красивое создание? Каин, что ты делаешь? Я ненавижу лягушек. Прошли годы, и Каин и Абель выросли в молодых людей. Боже, мы пришли сюда, чтобы поднести дары тебе на этом алтаре, который сделал наш отец Адам. Абель, твои дары меня очень радуют, ибо я знаю, что ты любишь меня. Благословен будь, сын мой. Благодарю, Боже. Это для тебя. А как же мой подарок? Разве он хуже, чем у Абеля? Каин, предупреждаю тебя. Лучше укроти свой нрав, иначе он одолеет тебя. Ступай и трудись. Принеси мне другой дар, когда твое сердце очистится. Я ждал тебя, чтобы пойти домой вместе. У меня в сумке есть еще хлеб. Почему все тебя любят больше, чем меня? Даже Бог? Это неправда. Это правда. Ненавижу всех. И тебя ненавижу. Каин, стой! Я упаду! На помощь! Абель? Господи, что я наделал? Абель? Абель! Абель! Нет, что я наделал? Притворюсь, что все в порядке. Каин, где брат твой? Не знаю, я что, нянька ему? Ты все знаешь. Каин, что ты наделал? Я не хотел! Поверь мне! Я тебя предупреждал! Я не знал, что я делаю! Каин, как ты мог? Я не знал! Из-за этого ты будешь странствовать в пустыне, не имея дома. Любое семя, которое ты посадишь, будет засыхать и умирать. Пожалуйста, не изгоняй меня в пустыню! Я отмечу тебя знамением, Каин, чтобы никто, встретив тебя, не убил. Спасибо, Господи! Ты милостив! Спасибо! Господи, кажется, мы навеки прокляты. Сначала один сын убивает второго, а затем его изгоняет. Это все из-за нашей ошибки в Эдеме. Адам, не теряй веру. Помни, я всегда с тобой. Адам, жизнь так тяжела. Но Ева, Бог всегда с нами. Как ты можешь так говорить? Если Бог всегда с нами, Он бы не позволил Каину убить Авеля. Ева, Господь не властен над путями человеческими. Мы должны решить, что правильно, что нет. Нам нужно продолжать верить. Верить во что? Что все еще есть место под названием Эдем, и что мы когда-нибудь туда вернемся. Прошло много лет, и Ева родила еще одного. Его назвали Сиф, и с тех пор жизнь становилась все лучше. И надежда теперь не покидала их никогда. Сиф, и с тех пор жизнь становилась все лучше. Если я не могу. Продюсер и режиссер Уильям Ковальчук Автор сценария Элизабет Лобан Композитор Джим Летхам Композитор Джим Летхам Композитор Джим Летхам Композитор Джим Летхам Композитор Джим Летхам